Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платёжными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Регистрируйся уже сейчас. Делай ставки на киберспорт. Я пропустил. Ничего страшного. Просто никто не написал, что он вообще так быстро стартует. Как бы там ни было, Фракстерс выигрывает три первых раунда. Давайте-ка посмотрим, много ли игроков у них умирало. Нет, на самом деле на форсе потеряли двоих. Здесь-таки вовсе одного. Так что никаких проблем нет. Ещё и передропали. Слушайте, задержали дефьюз-бомбы. Ну, хотя какие-то в любом случае были. Так что здесь без разницы. Мне кажется, Фракстерс даже немножко играют сейчас со своими. Ну, не с соперниками, скорее, сами с собой. Всё-таки старт этого матча задержался. И задержался довольно серьёзно. Он должен был начаться в 21.00. Сейчас уже 22.45. Поэтому кричать я сильно не буду, так как комментирую из дома. Отмечу, что на трансляции задержка две минуты. Так что всё как-то так. 3-0. Ну и, конечно, бает Евроникс. Сейчас посмотрим, что там у нас по пикабанам этих самых карт. Ну, Трейн — это выбор команды Фракстерс. Евроникс забрали себе кэш. Третий решающий станет ДДАС-2. Интересный пул. Будет любопытно посмотреть за ДАС-ом в исполнении этих грандов. Всё-таки... Ну, знаете, вот Фракстерс. В первую очередь этот матч для меня лично интересен. За счёт этой команды. Потому что они довольно долгое время пытаются о себе заявить. По-моему, где-то с лета прошлого 2017 года, когда Хеллкейс шестого сезона был. Они там впервые дебютировали заменой вместо какой-то тоже датской команды. Трикет она, по-моему, называлась. И так неплохо там выступили. Такую форму набирали по ходу турнира. Дальше доехали до Бэтснетка. Пождала она до Киева. Показали. Там не помню, какое место заняли. Но, то есть, впечатляющая от них игра была. Вот. Ну и состав, кстати, с того момента так и не менялся. Что тоже... Ну, довольно редко случается с такими командами, знаете. Тем более, что с минором не очень получилось. Они, по-моему, даже на евро минор закрытые квалификации не прошли. И, кстати, непонятно почему. Ведь, ну, казалось бы, всё необходимое у команды Фракстерс есть. Но, видимо, нужно ещё немножко поработать. Хотя, вот, в одно время, во время проведения того же Бэтснетмастерса, даже говорили, что Фракстерс могут, ну, там, войти в четвёрку сильнейших датских коллективов. Ну, сейчас... Ввиду наличия команды Оптик, это уже вряд ли возможно. Что ж, до текущего раунда Евроникс разыгрывают сверхмедленный выход на базу Б. Ну, знаете, медленные выходы всегда чреваты. Вам всегда нужно посмотреть, вы какие-то точки забываете. Торбан. Ну, ему нужно было сделать один килл и уйти. Тем не менее, пошёл пушить дальше. Это тоже, ну, не было неправильным решением. Мы-то понимаем, что с нашей точки зрения было бы более правильным. Рефреш в любом случае спас этот раунд, Фаван уже никуда не пойдёт. Что ему там делать? Бомба стоит не под него. Так что... Фракстерс забирают первый и Девайс на раунд. Помимо пистолетного. Счёт. 4-0 и, наверное, потенциально пятый. Здесь... Ну, Фаван мы видим даже несмотря... Ну, опять же, бомба в любом случае была, так что деньги насыпают. Да. Ему... Не было особого смысла. Чей пик? Это пик команды Фракстерс. Ну, я уже озвучивал, опять же, задержка 2 минуты. Смотришь в чат, отвечаешь на вопросы, понимаешь, что ответил на него где-то минуту назад. Ну, бывает и такое. У Евроникс есть полноценный бай. Погорячился я с экономическим. Всё-таки экономику свою не удерживали на плаву. Ну, нужно включиться ещё немного в этот матч. Молотов. Ставн. Много подгорает. Но для него... Для КТ, наверное, это не очень критично. Ну, как бы в любом случае тебе в голову залетают. Если бы там кто-то из игроков Евроникс потерял 14+, тогда бы у Жемка, может, и ваншотила. Ну, ладно. Это всё-таки мелочи, на которые обращать внимание не стоит. Здесь модель обороны в целом на наших с вами экранах. Довольно стандартно. При этом играют такой консервативный дефолт 3B. При этом в таких тоже дефолтных позициях. То есть, авиаконтроль верхней линии, и за пупдогом работает Рифлер. Мирбит. Ну, это состав, кстати. Кзай, Мирбит, Крисб, Фаван и Кресси. Про Крисби и Кзай некоторые из вас могли слышать. Кзай, по-моему, раньше играл в команде Alternate. Крисби, если я не ошибаюсь, тоже там был. Ну, Alternate были разные составы. Ну, и сейчас посмотрю, как сейчас. Одно время у Крисби был очень высокий рейтинг. Но сейчас Фаван. С рейтинга можно 1.23. Ну, ничего ж себе. Является плеер-хайлайтом. Что же касается Крисби, его рейтинг 1.00. Вот это да. Ну, ладно. Но был ли он повыше? Комплейт статистика. Нет, таковой, наверное, нет. Разве что по матчам. Не, я Крисби с кем-то спутал. Не такой у него хороший рейтинг. Чтобы быть плеер-хайлайтом. Тем временем выход на базу B. Торбин за катушками. Ну, не то, чтобы прям морозился. Здесь опять сверхпоздний выход. Но, кстати, в отличие от предыдущего раунда у Евроникс. В данном случае он прокнул. Они все-таки прошли опорников базы B. И теперь став на рефреш должны сейвить. Что ж, мне нравится такой подход. Многие команды не слишком, возможно, уверенные в себе. После неудачно разыгранного спорного раунда. Которым, может, прошлый являлся все-таки. Это рискованно не получился. И Евроникс повторили его. Понимая, что в предыдущем они, может быть, допустили ошибку. Но сейчас мы сделаем то же самое. Это будет А. Неожиданно для соперника. Б. Мы его модифицируем. То есть теперь разыграем с наименьшим количеством ошибок. И спокойно его возьмем. Так, в общем-то, и получилось. Отличная логика Евроникс. 4-1. И по экономике не так все сладко у команды Фракстерс. В этом моменте. То есть здесь-то, конечно, сейчас в этом шестом раунде бай будет. Но дальше придется затянуть пояса потуже. Евроникс как второй, так и третий могут выиграть. Сори, немного заговариваюсь сегодня. Прошлый матч реально выдался затяжным. Но это, опять же, не самое важное. Важно, как выступит команда Фракстерс. И команда Евроникс. Кзай. На ВП. Зелень в некотором смысле поджималась игроками Фракстерс, Драгонфай и Стау. Но, видимо, под них не подставляли. А, ну здесь же дым лежит. Да, точно. Здесь же лежит дым. Бубски. Работает против Мидла. Кресси его замечает, но Бубски довольно спокойно уходит. По всей видимости, Евроникс не сторонники быстрого стиля Counter-Strike. Они каждый раунд разыгрывают примерно одинаково. Примерно с одинаковым началом. Но это результативно. То есть, какая разница, быстро или медленно, если ты знаешь, что делаешь. И вот здесь явно. То есть, по Кресси была информация. Было точно известно, что в Миде находится игрок атаки. Все равно под него подставились. Драгонфлай. Здесь тоже неудачно. На самом деле, его контролили даже с двух позиций на зельне. Там два игрока атаки и находилось. И снова неприятности для команды Fraxters. Пять. Теперь уже четыре в два после убийства от Ставна. Но рано или поздно, да, заберу сначала вторую линию, а затем и самого Ставна, у которого... Вот при ситуации четыре в четыре позиция хорошая. А один в четыре чудовищная. Никуда ты оттуда уже не уйдешь. Так что четыре-два. И, как мы с вами прогнозировали, эко для датчан. Эко для датчан. Третий для Евроникс. Ну и датчане, понимаю, к чему все идет. Просто пушат сотку. Может быть, не на плюсовая, а на шифтах. Или даже укрепляются в каком-то смысле. Ну-ка. Вот так обзор работает. Да-да-да, вот он. Все ближе и ближе. Евроникс. Вообще, нивелируя излишний риск, просто будут заходить на пустую базу B. Фивен. Очень интересный молотом, вы видели? Как он был откинут? Просто самому себе под ноги. Он, может, рассчитывал его кинуть туда за ящик. Немного промазал. И сам себя же запер. Ну ладно, это скорее комичный момент, чем действительно какой-то практически неполноценный. Это просто ни на что не повлияет. Ну и теперь, может быть, изи отстрел для Февена. Первый, спрей. Второй. Автодиректор, что же ты делаешь? На размене Бубски. Получили трофейный девайс, трофейный коллаж. Да, его-то сливать уже смысла никакого нет. Ну, а Торбену и Ставну можно еще с какими-нибудь пилами поохотиться. Хорош, Торбен! Это было впечатляюще. Еще и по каске попал одного из соперников. Кзай, 6 хп. Его-то, конечно, рокирует, но Ставн неподалеку. И все-таки добивает. Как жестко! Как жестко Фракстер сейчас сыграли. Бомбу уже, конечно, не обезвредить. Но сколько практической пользы было извлечено из этого раунда. Два калаша и авик. Еще, ну, сейчас бомба взорвется. Не, не, кто-то даже не пострадал. Далеко ушли. Все здорово. 4-3. Но насколько он по итогу выдался эффективным. Это жестко. Это достойно уважения. 4-3. Чей пик спрашивает? Это же чей пик? Чувак спросил 4 раза. Зашел бы давно на хелтв и посмотрел. Это пик команды Фракстерс. Они выбрали эту карту. Вот так. Ну, знаете, так-то по атаке Ивроникса не скажешь. Я даже после этого раунда не поленюсь. Зайду, посмотрю статистику Ивроникс по этой карте. Хотя, как доказала команда Дримитерс, это уже само по себе ни на что не влияет. Они вот проиграли за 6 месяцев 9 оверпассов. И все равно самый важный выиграли. По итогу выиграли ту игру. У команды Nordwind. Самой слабой команды. Но это был уже предыдущий, так сказать, исторический матч. А сейчас врыв на базу Б. Торбен. Ну, все хорошо. Реабилитировал себя. Сразу вроде как не пошло. Но знаете, вот потеряв время в этой перестрелке, он по итогу не успел откинуть молотов. Который, возможно, сильно помог бы в этом выбивании. Подставляется Фивин. Теперь появляются хорошие шансы на ретейк бомбы у команды Фракстерс. Хотя у Кресси позиция и неплохая. Но читаемая. Плюс ко всему Драгонфлай забирает Кзая. И это выбивание все ближе и ближе для команды Фракстерс. По нефти. Бубски прошел. Тут же спрыгнув оттуда, Кресси... Дал свой килл и ушел, что было очень важным в его ситуации. Но вот со вторым уже не справляется. Ирбин. Лежняя позиция. Но шикарный. Размен от рефреша. И это пусть и на последних секундах, но обезвреживание бомбы от Фракстерс. 5-3. Найс. Хорош. Да че они прям на характере. И при этом вот, знаете, они после установленной бомбы долго думали так идти, выбивать, не идти. Но когда подставился Фивин... Его так легко забрали. Все вопросы получили ответы. Моментально. Фракстерс пошли выбивать. И выбили бомбу. Без проблем. Экономика становится все лучше. Датская команда. А вот и Вроникс. Несмотря на установленные бомбы, деньги подходят к концу. Поджим линии от рефреша. Ну, опять-таки, это был пуш на ранние тайминги. Надежда увидеть там соперников. То есть, если бы и Вроникс разыгрывали быстрый раунд, получили бы игроки Фракстерс информацию о том, что действительно все так. И этот поджим мог бы случиться. Если нет, Фракстерс тоже получили инфу. Окей. Под линиями чистом мы станем четвером на базу. А Торбен будет справляться с Б в одиночку в случае выхода в этом направлении. Бубски и Драгонфлай при этом имеют позиции под сотку. Драгонфлай с Айвиком. Рефреш под апдауном. Бубски только что запустил его под флешку. Ну что ж, крепление сотки мне тоже нравится. Но, правда, сейчас Бубски уходит. Интересно. Насколько сильно это повлияет? Ведь Евроникс уже готовы заходить в мид. Туда залетает дым. Ого. Минус 20 секунд, что ли? Ну нет, Евроникс уже через этот дым должны пойти. Иначе столько времени они потратят. А здесь еще и Молик. Ну, по-моему, Драгонфлай понимает, к чему идут раунды. Точнее, к чему идет конкретно этот раунд. Давайте даже будем продолжать смотреть за ним. Еще и ходят в более сайловую позицию. На базе Б уже двое. Наверное, эти раскидки всерьез. Нет, не отогнали. Евроникс пойдут все-таки через мидл. И Фракстерс не зачитали. Это было только видение. Они ожидали больше выхода на базу Б. Именно там было большинство. Подсадка. Мир бы не должен ее прочехать. Как бы сейчас в ТК-18 ей уже никого не удивишь. А раньше можно было. Но. Теперь 2 в 5. И с таким Фракстерс уже не справится. Возможно, 2 сохраненных девайса позволят ему в следующем раунде сделать какую-никакую закупку. Но если так посчитать. То есть им сейчас дадут 1400. Там 3 будет 1000 у Бубского по 2000 у Рефрэша. Передроп будет только у Драгонфлая, наверное. Ну, в общем, сложный решение. Но, скорее всего, закупятся. Скорее всего, закупятся игроки Фракстерс дальше. Если сохранят эти 2 девайса. Еще и Мирбита забрали. Ну, такой бонус. Экзит Фрак. Не думаю, что это прям очень важно. Ну, закупится Мирбит заново. Да и ладно. Террорист Вин. И это раунд для Евроникс. 5-4. Вплотную подбираются немцы к своим датским соперникам. Несмотря на то, что это пик команды Фракстерс. И, что немаловажно, защита. Атака на трейнер у Фракстерс тоже может не пойти. Я, конечно, не пытаюсь как-то каркать. Или предсказывать. Но зачастую так бывает. Сегодня и на прошлом трейнере мы этот момент обсуждали. Обсуждали. Помните, Нордовинт 11-4 первую половину закончили в защите. И потом в атаке не сумели сдавить и проиграли 14-16. Ну, вот это самый такой яркий пример. То есть, вроде бы у Евроникс вообще ничего не получалось. Тут на тебя не включились. И все. Потому что трейнер та и сама по себе по большей части КТ ориентированная карта. И атаку здесь тренировать хоть и могут некоторые коллективы, но сложновато. Что ж, пока что Евроникс не слишком значный выход нам показывает на базу А. Это был один из первых раундов в ранних таймингах. Которые Евроникс пытались нам предложить. Но не вышло. Знаете, вот к таким выходам Фракстерс как раз готова. У них проблемы с какими-то медленными раундами. Вот, например, как это было в прошлом, где Евроникс до последнего момента морозились под медом. Туда Фракстерс потратили все гранаты, укрепились под базой Б. А Евроникс все равно вышли на А. Ну, вот такой один из примеров. Когда Б не ретейкалась. Потому что тоже выходы были на поздних ранних. Ранние не получились. И снова последний бай у Евроникс. Плотно идут команды. Видно, что достойны друг друга на трейне. И матч этот будет довольно интересным. Я не найду, что делать, если я поставил Сатыгу на Фракстерс. А они проиграют. Ну, что делать? Заработать еще Сатыгу. Ну, как бы. Ну, просто в моем понимании, если вы делаете ставки на какое-то событие, вы ведь должны понимать, что это все вопрос вероятности. И вы можете как выиграть, так и проиграть. Очень глупо делать ставку. Я точно выиграю, я точно выиграю. Но я же не могу проиграть. Нет, можешь. Конечно можешь. И обязательно проиграешь, если так случится. Так что, если ты проиграешь сотку, ты просто станешь на сотку беднее. Вот что произойдет, братишка. Эх. Ну, Евроник, кстати, не такой хороший байк, как им бы самим хотелось. Дигл ее МП. Главное, не способствует качественному выходу. Но хорошо хоть граната достаточно. Проход по верхней линии. Оба. Не, мне казалось, чтобы опорника смотрели на нижнюю. Но нет. Все-таки Бубски, который не сделал ни одного фрага, все-таки отверг внимание на себя. Благодаря этому Торбин сумел раскрутиться еще на два убийства. Ну, не еще. На два убийства для себя. Он сделал два энтри фрага. И теперь пусть бомба стоит, но не с чем особенно сражаться Евроникс. Как бы калаши все потеряны. Теперь ЮМП и Дигл. Ведь сейчас только что забрали Криспи. Ого, Бубски даже что-то говорит. Со своим тиммейтом мертвым общается. Наверное, да. Есть и киты. Ну и, по идее, Фрагстрас такой проигрывать не должен. Но бывает всяко. В подобных ретейках сейчас, однако, этого всякого не произошло. Ставн обезвреживает бомбу. 7-4. Все здорово. Команды Фрагстраса вот у Евроникс не очень. Один все-таки придется Фрагстрас подарить на шару. Так вот, я обещал зайти и посмотреть статистику команд на карте Дотрея. Это самому очень интересно. Потому что за Фрагстрас я уже давно не смотрел. Где-то закрыта квалификация к минору, по-моему. Матчи команды Евроникс так и вовсе комментирую впервые. Так что посмотреть, кто на что гораст. Ну, все равно здесь дигла армора. Понимаете сами, вероятность взятия такого раунда невелика. Да и вы это увидите в любом случае. Так, последние 3 месяца. Не знаю, насколько эффективно будет выбор. Нормально. Вот, кстати, все не очень. У команды Евроникс по трейну. Именно по последним месяцам у них сыграно 13 трейнов. Что является третьей позицией, в принципе. Но выиграно всего 30%. Это самая низкорезультативная карта. Среди всех шести, которые команда Евроникс играла. Вот, на дасте у них 50. Но на трейне 30 и 13 это неплохая выборка. То есть на основе этого уже можно делать статистику. Хоть какую-то. Ну, а может быть сейчас. Винрейт немного повысится процентов на 5-7. Почему бы и нет. Правда, не в этом раунде. В раунде придется подслить. Потому что уже 3 в 5. Диглы. 250. Попытка уцепиться за загулявшего рефреша. Но он вовсе и не загулял. Он пришел сюда за своими фрагами. 8-4. Статистика команды Фрагстерс. За последние 3 месяца... Ого! А вот у Фрагстерс винрейт на трейне самый высокий. Но было сыграно меньше трейнов, чем у команды Евроникс. Если у Евроникс 13, то у Фрагстерс за 3 месяца только 8. Ну, то есть на 5 меньше у Евроникс, по крайней мере, было больше практики. А вот... Да, 75% винрейта на трейне неплохо. Но за 8... Это уже... Ну, то есть ты просто взял то, что как бы хотел. Но не то, чтобы это была какая-то... Сверх жесткая цифра. Флешка. И вот она реализованная комбинация немцами. Загулявшего рефреша, если в прошлый раз простили. То сейчас забирают... С большой легкостью Бубски. Очень нужный размен для его команды. Пошел, продавил мидл, не побоялся. Перестрелял Мирбита 4 в 4. Ну, хоть так. Защита уже будет получше. При этом хитрая позиция у Бубского. Крэси минус поставлен. Но Бубский сейчас прожмет и, возможно, заберет даже двух соперников. Ну, нормально. В принципе, он отвлек внимание на себя. Драгонфлай также сумел этим воспользоваться. Забрал Крэси. Но следом команде Евроникс немного не везет. И Драгонфлай остается один. От него, конечно же, убегают. Он тоже перемещается под базу Б. Но выход будет осуществлен через нижнюю линию. Так что стрельбом в коре он не успеет. А вот второго еще как. Хорош Драгонфлай. Самое главное, что здесь не дрогнула рука. Бомба стоит. Есть, кстати, молотов, который неплохо было бы откинуть под Фивена. Но, наверное, Драгонфлай... О-о-о-о! Шикарная работа. Драгонфлай, ну, просто боялся такого момента. Мол, ты берешь молик, его откидывай. Тут выходит соперник. И так глупо сливать раунд Драгонфлайу бы не хотелось. Тем более, что он, ну, явно, видно, уверен в своих рефлексах. Уверен в своей стрельбе. И пока эта ставка полностью оправдана. Минус три в его исполнении. Клач один в два. Да, Клач один в два в исполнении Драгонфлайа. Девять четыре, два раунда. Остается до конца первой половины. Благо, есть калаши. Установленная в прошлом раунде бомба сильно помогла команде Евроникс. Ну и сейчас модель обороны Фракстер сменяется. Изначально четыре игрока становятся на точку А. Ближняя позиция на вагоне от Торбена. На Попдоге. Скачок на нижнюю линию. Но, кстати, Евроникс не оставляет своего первоначального замысла. Правда, теряют к Зая, но вот теперь, наверное, нужно выходить. После этого фрага дело в этом. Фракстер смогут себе позволить отправить, да, вот еще одного игрока на базуа. И тогда принять этот выход от Евроникс будет не в пример проще. Но тайминги уже потеряны. Обычно после потери игрока на другом конце карты основной костяк сразу пользуется этим и выходит. Ну, то есть в надежде на то, что сопернику припил Клэнт. Но, как мы видим здесь, большинство за своей командой Торбен удерживает. Рефреш, Фиван. Но размены для Евроникс здесь не годятся. Нужны киллы, при этом киллы безответные. Бомба стоит. Еще один бонус. Вот в чем Евроникс нельзя обвинять, так это в недостатке бомб. Ну и как следствие игре на свою экономику. Коннектор, USB. Что, даже не заметил? Наверное, нет. Наверное, нет. Dragonfly. Снова делает минус 3 уже. Второй раунд к ряду. Стал, он обезвреживает бомбу. 10-4. Ну, знаете, если изначально борьба казалась плотной, то под конец первая половина Евроникс где-то потерялись. Не хватает им немного атаки. Может быть такой же счет, как в первой половине прошлого, просмотренного нами трейном. Итак, 10-4. Последний раунд первой половины и быстрый раунд. И какой эффективно начинающийся раунд от команды Евроникс. Крисби на конской уверенности врывается наверх-низ. Перестреливает там рефреш, хоть сам остается красный. Но здесь опять-таки как раз важна уверенность. Атака и ее в некотором смысле преимущество состоит в том, что вы можете позволить себе открыться на соперника, получить в голову и все равно дать ему в ответ. И вы выиграете перестрелку, хоть и останетесь красным. Здесь так и произошло. Крисби по каске получил. Но что дальше? Все еще жив. И знаете, с 9 километров можно еще 4 убийства сделать, если повезет. Так что здесь важен сам факт наличия преимущества. Правда, сейчас Крисби умрет. Вот так Ставн очень просто поймал. Того самого красного Крисби, да? Хотя, наверное, в такой перестрелке он забрал бы любого. Все-таки калаш в голову. Соответственно, 4 в 4. Но это для Евроникс тоже годится. Не самый худший вариант. Тем более Бубского заметили. Его сейчас должны забирать. Кзай. Хорошая работа. Размена Драгонфлая. 3 в 3 на вагоне. Он соперника замечает. Не вовремя, но уходит из-под одного. Из-под второго Торбин. Все это время работает у него за спиной. Из-под коннектора. И таки дает свои 2 килла. 1 в 1. Ну и Ставн может такое забрать. Как и Мирбит. Шансы абсолютно равны. Наверное, после установленной бомбы шансов у Мирбита будет все больше. Но с каждой потерянной секундой и моментами, когда бомба не стоит, шансов меньше. Но все хорошо. Мирбит занимается этим. Теперь можно нырять. На тренинг такие раунды на самом деле растаскивать сложно. Потому что соперник может быть где угодно. И ты никогда его не зачитаешь. С другой стороны, Мирбит встал на уверенности. 3 хп. Очень близок был к провалу. Но победителей не судят. 10-5. Посмотрим на статистику. 18 к 9 Торбин. Ну, знаете, даже близко никого нет в конкурентах у Торбина. Он сказочно хорош. На тренинг рефреш. Второе место. Ставн. Драгонфлай. Ну, Драгонфлай под конец раскрылся. Дал трипл килл в двух раундах подряд. В одних из последних. Здесь это где-то было. Вот это же плач получается. Вот здесь один. От Драгонфлай. И он остается один. А здесь он просто дал трипл килл. Ну, Евроникс по статистике никто не выделяется, не выпадает. Оно и понятно. Разрыв по раундам, наверное, не позволяет. У вас же нет ников в команде, который вытащил за всех. У него было 35, а команда все равно проигрывает. Отличная музыка, кстати. Продолжаем смотреть. Пистолетный раунд второй половины. Какой-то суперинтересный бой у Фракстерс. Вы посмотрите. Только три армора. У Драгонфлайя при этом гранаты ИП-250. Торбен на глоке. Также без армора на гранатах. Под пуш зелень в исполнении команды Евроникс. Здесь ставан. У него-то закуп стандартный. Соперники не чекнут. Нет, чекают. Но перестрелять глок в такой дистанции, казалось бы, было нельзя. Тем не менее, к зай перестреливают. Ну, я имею в виду, что если ты открываешься с юспом на глок, ты либо сразу стреляешь в голову там с одного-двух попаданий, либо дальше глок тебя затыкает просто. Но этого не случилось. Хорошо. Интригующее начало. Практически 3Б у Евроникс. Можно сказать, что Крисби тоже на точке Б. Флешка. И Фаван перестреливает рефреш, которому эта флешка как раз в глаза и залетела. Хорошо. Евроникс наигрывает пока что призрачное преимущество, потому что и бомба стоит, и к зай красный. И все может очень легко перевернуться. При подобного рода выбиваниях. Евроникс формирует клин. Ну, и этим клином будут выбивать. На острие находится Крисбай. Крисби. Он должен как раз-таки забирать Драгонфлай. Ладно. Его разменивают. Торбен. 2 в 2. Очень важно, что именно он сделал килл. Киды у к зай на руках, но его простреливают в спину. И 11-й раунд тоже отжимает себе фракстерс. Вот о чем я и говорю. Все-таки тяжело. Особенно там без дыма. А здесь и дым вряд ли помог бы выбивать такие бомбы. Даже в большинстве. Именно на пистолетных раундах. На девайсных, как правило, проблем не возникает. С убиваниями в большинстве. Хотя тоже такое бывает. Опять же, как я и сказал. Ну, я так считаю. Трейн очень коварная карта. Очень сложная. Одна из двух сложных самых. Опять же, по моему мнению, это нюка Трейн. Очень непредсказуемая карта. Как и бай команды Евроникс. Предсказать тоже сложно три скаута. Но ведь нельзя сказать, что это не сработает. Вот смотрите. Первый урон внесен. Должен был быть внесен. Не, попали. По одному, по второму, по третьему. Ого. Вот вам и три скаута. Пожалуйста. Быстрый раунд. Команды Фракстерс поленились играть медленно. И могут столкнуться с какими-то серьезными проблемами. Правда, нет. Все-таки проходят на более ближние позиции для себя игроки Фракстерс. Ну, для того, чтобы уменьшить КПД скаутов. И вот уже большинство. Да, конечно. Торбен, Стаун, Драгонфлай. Все эти господа для скаута являются ваншотными. Плюс гранат у Фракстерс. Для того, чтобы обезопасить свой проход на плент практически нет. Так что придется рассчитывать. Ну, вот на что здесь рассчитывать? Вот Кзай. Он реализует свой скаут. Там есть еще ваншотные игроки. Большие проблемы с отсутствием гранат. Ой, как нужен этот Фрак Драгонфлай. Он его дает. С МКП. Прям было видно, насколько хотел забрать. Прошу прощения. Все, горло. Горло конец. Насколько хотел забрать своего соперника. Бомба установлена Драгонфлайем. И выбивание. Все еще перспективно. На самом деле, было вот до этого момента. Бубски там что-то говорит. Почему минус пять не сделал Драгонфлай? Пацаны, 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 придется выключить, наверное, войсчат. Наверное, комментируют там сами. Так, как там? Войсчат ноль. Не помню, как чат. Как войсчат отключается. Пацаны, помогите мне в чате. Ну, в чате текста вам на Твиче. Нет, не помню. Там что-то с войсчатом такое, но вылетело из головы однозначно. Двенадцать пять. И эко у команды Евроникс. Ну, вообще, для Фракстерс это практически победа. Придется проделать такой путь. Я бы поверил, будь... Сори. Скоро там что-то не так. Так вот, я бы поверил в это. Будь это пик Евроникс. Если бы они пикнули карту Трейн, и сейчас вторую половину отыгрывали бы в защите. Ну, там, да, можно было бы сказать, что Фракстерс проблема. Но наверняка у них готовая атака. Весьма эффективная. Они готовы в Трейне. Ну, и опять же, винрейт в 75% красноречивее всего. Об этом говорит. Пять Б было у Евроникс, они не угадали. Так что Фракстерс как к себе домой зашли на базу А, поставили бомбу, ну и с минуты на минуту эти... Я, правда, не знаю, вот всегда было интересно, какая-то предыстория карт. Мол, вот что же это взрывают здесь террористы? Наверняка это что-то радиоактивное. Но это может быть ядерное оружие, например, две боеголовки. А могут быть ядерные отходы. Или, например, какой-нибудь обогащенный уран. Или в таком духе, как-нибудь Плутоний. Не знаю, не ядерный физик. Ну, просто было бы... А на базе Б что в таком случае? Неужели то же самое? Да, мне кажется, команде Фракстерс все равно. Они бы церковь взорвали. Дай им за это победу. Ну, ладно, это не такая себе шутка. 13-5. И последняя надежда для Евроникс. Вернуться в эту встречу. Выиграть этот раунд. Выиграть следующий раунд. Наиграть какую-нибудь неплохую серию. Ну, хотя бы в 2-3. И потом уже продолжает наигрывать это преимущество. Там и Фракстерс могут потеряться. Оп, Торбен мог бы подставиться. Ладно, его простили в этот раз. Плюс у Молотая подгорает Крисби. Так что размен по хп примерно одинаковый. А вот и Бубски. Всего... Ой, сразу двумя киллами. Как же больно. Как же больно команде Евроникс. Крисби дает ответки. Но у него в спине уже оказывается несколько запоздалый Торбен. 3-2. Установленная. Устанавливаемая бомба. Может по пяточке. По пяточке что-то не видно. Давайте даже X-Ray отключим. Без X-Ray такие ситуации смотреть намного более эмоционально. Открытие. Прочек. Пока соперников нигде нет. Держит тиммейт. Он все это время просто контролирует зелень. А вот к Зайе и забрали. Ну и теперь, наверное, Мирбиту... Конечно, не хочется сейвить при счете 5 уже 14. На 14-й раунд сейв. Но... Что здесь делать? Денег намного больше не будет. Их, можно сказать, не будет вообще. 400. 2 900. 2 900 дадут. Ну, прибавьте к этому. Вот по 100 долларов. Ой, ну еще и с такими. Ладно, Евроникс. Пора подумать, наверное, о следующей карте. Потому что с таким спреем... Ну, конечно, понятно. Нервы. Ну, хотя, опять же, ну, нервы. Это онлайн-матч. Если в онлайн-матче какие-то нервы показывать, что на лане будет? Все-таки сейчас на этих... Закрытых квалификациях разыгрывается слот. Один-единственный на 20 команд. Кустер серии 6 сезона. Призовой фонд там составит 300 тысяч долларов примерно. Может чуть больше. Ну, за это в данном случае команды играют. 4 UMP, кстати говоря, у Евроникс. Один-дигл. Ну, разумеется, Фракстерс выигрывает по огневой мощи. Ого, ого! А вот... А вот по отвешенным хэдшотам нет. Еще как проигрывают. Фиво, ну, сразу 3. Очень жаль, что на сервере не работает автодиректор. И поэтому, ну, не было какой-то физической возможности прям так жестко переключиться. Но, черт возьми, это, наверное, было очень впечатляюще. Когда чувак становится и дает минус 3 своей команде в таком важном раунде. Еще и денег нафармили. Ведь теперь благодаря этим фармганам экономику приведу порядок. Посмотрите, как закупились. Если Фивен в ноль, то у всех остальных остается еще на следующий раунд с небольшой горочкой. Верхняя линия. Пау, Мирбит. Хорошая работа. Вот опять, видите, рука не дрогнула. Показывает, что ни разу мы не боимся своих соперников. Вижу врага, враг мертв. Медуза, Мирбит. Крисби. Зелень, но здесь стена смачков. Которая не позволяет ему разгуляться. Крессик, который находит еще один килл. Там одинокий загулявший рефреш. Если кто не видел, его вот здесь вот забрали. То есть тиммейтов рядом не было. Он же просто вышел на размин и погиб. Еще перестрелки. Очень эффективные для Крисби. Теперь разворот. Ставну в зелень он может пропустить, потому что хороший тайминг получился. Да, очень хороший тайминг. Он спрятался за ящиком в тот момент, когда Крисби открывался в первый раз. И когда Крисби ушел обратно, Ставн начал свое движение. И вот к такому, то есть ты можешь быть готов, можешь быть и не готов. В любом случае Кресси поджимает Ставну в спину. Но Ставну уже выпустили под флешку. Легче ли от этого команде Фракстерс? Ненамного. Кзай все-таки забрал Бубского. Так что теперь раунд. Которому очень нужно забрать Вивена и не подставиться под выходящего с первой линии Кресси. И тот забирает Ставну. Торбен. Ну, такое уже сложно растащить. Будь бомба на руках, может еще там худо-бедно отстреляться против Мирбита и один в один уйти на Б. Но еще за бомбой нужно вернуться. И пройти как-то этого Кресси. А про Мирбита тоже забывать не стоит. Вот и он. Он еще и реагирует. 14-7. Евроникс реально наигрывает преимущество. Ну, как. Отыгрывает, точнее, преимущество команды Фракстерс. Во второй половине берут уже два. Не очень сложное решение для Фракстерс. Нужно, конечно, играть Эко. Никакого боя здесь быть не должно. Дабл-АВП от команды Евроникс. Встал. Шикарный выстрел. Фивен, конечно, разменивает. Да и у остальных игроков команды Фракстерс Глоки. Но... Сам по себе выстрел стоил того, чтобы его посмотреть. Отличная работа. Мирбит. Одного отстреливает Савика, второго прокидывает гранаты. И будет ли при этом бомба? Слушайте, все равно, походу, будет. Молик не догорит. Ой, какой же молодец Тор. И с ножом, с ножом думал. Или упрыгать, что он хотел делать. Не знаю. Наверное, не думал, что соперник будет так близко. 14-8. Ну и все равно довольно большой разрыв тут получается для Евроникс. Шесть раундов еще им придется отыграть. При том, что Фракстерс уже... Ну, у самих будет проиграно там три. А дальше четвертый, пятый. Это ж атака. И в атаке экономика попроще. Но пока что задор Евроникс и их серия из трех раундов мне очень нравится. Отличное подспорье для начала возвращения в игру. Два ВП и Мирбит Икзай. При этом только Мирбит играет под базой Б. Ну, так что подставляться ему лишний раз не следует. Однако мы видим раскидки под апдаун и занятие этой позиции. Что ж, в свою очередь упорные точки от команды Евроникс могут помочь. Но миддл был пропушен безрезультатно. Я имею в виду, что здесь никого не нашли. Игрок атаки сумел убежать обратно. И теперь звено на апдауне получило необходимую информацию. Вопрос в том, что они собираются делать дальше. Пока Ставн отвлекает внимание на зелень и размен гранатами под апдауном, Драгон Флой покидает его периметры. А вот и зелень Ставн. Потому что неужели просто через смок собирается пропушивать там Гзай? Он, конечно, на авике. И его можно заставить промахнуться. Но это же не сто процентов. Верно. И вот под рассеивающийся дым Гзай отходит подальше. Флешка на миддл. И Гзай, который чувствует... Нет, он среагировал на пробегающего игрока. Вот обычно, знаете, снайперы более высокого уровня на такое не ведутся. Они понимают, что, ну, типа, такое просто не взять. И ты ожидаешь второго игрока, который выйдет вслед за первым. Но тут, видимо, Гзай уж слишком... Ну, слишком хочет дать камбэк со своей командой. И чувствуется такой серьезный настрой. То есть нет никакого расфана. Мирбит дает ответку. Вот это еще один плюс для команды Евроникс. Прямо сейчас Бубский. Мирбит снова размена. Здесь очень нужен авик Гзая. Который он по-прежнему не знает, как реализовать. Мирбит все это время настреливает. И, наконец, Гзай. Наконец, Гзай дает свое убийство по Бубскому. Драгонфлай оказывается один. Чересчур медленная атака была остановлена двумя снайперами. Которые как раз-таки 5 килов на двоих и дали. 14-9. И не было бомбы, что очень важно было для команды Фракстерс. В том отношении, чтобы закупиться прямо сейчас. Аплотека и пауза. Пауза от Фракстерс очень мудрое. Такое взрослое взвешенное решение. Ну, что видно теперь уже, что Евроникс дадут камбэк. Если их не остановить чем-нибудь хитрым. Не выйти хотя бы на овертайма. Ну, хотя для Фракстерс здесь и овертайма не вариант. Ну, вы понимаете сами. Они вели первую половину. Выиграли ее со счетом 10-5. Во второй выиграли первые 4 раунда. 14-5 они вели. Уже 14-9 на табло. Это довольно серьезно. С временем, что вы там пишите в чате. Плюс сатыга. Окей. Пистолет на арморах. Команда Фракстерс. Ну, армора тоже не у всех. Молик. Подторбина. Флешка в ответ. Наверное, в первую очередь здесь хотят снайпера задавить. То есть, такими раскидками я не понимаю, что снайпер работает на зелени. И можно его неплохими решениями по гранатам заставить занять неудобную позицию. И затем, может быть, его забрать. Все равно раунд такой полуэкономический. Можно было бы что-то подобного рода разыграть. Вот он и смачок. Ну, снайпер просто уходит. Нужно было ловить. Более подходящий момент. Вот когда его молотовым отрезали с обратной стороны. И он сидел между смаком и этим молотовым. Можно было выйти на него втроем. Даже если бы он дал килл, вы его размениваете, получаете авик. Ну, в таком раунде это было бы хорошо. Наверное, не дискнули. Подумали, что на зелени может быть и табла. А может быть, я вообще просто гаражу свое мнение. И все было совершенно иначе. Никто там вообще никак не думал. Этого мы уже не узнаем. 14-10. В любом случае. И снова бай. Фрагстер смогут закупаться в каждом, если... Ну, в каждом проигранном, если будут ставить бомбу. Ты реально не веришь, что может быть камбэк? Да, конечно, может быть. Тем более, ну, ничего такого страшного не произойдет. Ну, половина 5-10. Там, а то, что пистолетка и следующие за ними были проиграны. Ну, ладно. И Вроникс, как мы видим, это не смущает. Они готовы работать в защите и предлагать нечто нестандартное. Едва ли не каждый раунд. Может быть, сейчас еще и Бубского пропушат. Он вот разбивает окна. Ну, да, да. Да, хотят, хотят куда-нибудь туда прийти. Бубский прыгает на апдаун. По таймингу немного не получается. Но, кстати, поджимающее звено апдаун может оказаться сюрпризом уже для команды атаки. Нет, для Бубского не окажется сюрпризом. Вот, прыг. Кризм. Это кульбит. Одержимого просто с этой лестницы. А-а-а! Нет, ты по мне не попадешь. Нет, попаду. Из-иди. 15-10. Маппоинт для фрагстерс. Ну, и появляется Скар. Конечно, это орудие спасения. Вот, вам совет, дорогие зрители. Если вдруг вы, ну, пытаетесь дать какой-то камбэк. Взяли там 5-6 раундов. А соперник, ну, вот как-то так получилось. Выиграл все-таки 15-й. Берите обязательно Скар. Вы выиграете следующее. Это оружие победы. Плетка. Это оружие победы. Смотрим за Крейси. Скар 20. Еще и кардио. Давай, давай. Хорош. Просто прострелом прямо в голову залепил. Не оставил никаких шансов. Кзай реализует один из двух АВП, которые помимо Скара есть у команды Евроникс. А вот и второе убийство от Кзая. Хорошо. 11-й раунд для Евроникс. Я начинаю за них даже немного подтапливать. Несмотря на то, что мне всегда импонировала команда Фрагстерс, вот слишком долгое время они потратили, а каких-то серьезных результатов не было. Евроникс хотя бы сражаются за камбэк. Мне нравятся команды, которые не сдаются. Поверьте, богу Контер-Страйк они тоже нравятся. Именно такие команды дают камбэк в решающие моменты. Крисби под Пупдогом. Его могут пропушить спину. Так и получается. Рассеивающийся дым. Бупски дает килл. Фибернус тоже может забрать, но тут прицел немного дернул. Или его сбили. Ставн один. Бомба, братишка. Бомба здесь в твоей команде сильно поможет, наверное. Может она и не нужна, считает Ставн. Мирбит поскопил. Выпал и погиб. Хорошо. Один в три и 33 секунды. Что же дальше? Ой, шикарная флешка. Ставн зафлешил сразу двоих игроков. Играет из-под фрунта. Но с Фивеном не справляется. 15-11 с Фаваном. Неплохая попытка. Если бы еще была установленная бомба, вон Драгонфлая было бы немного больше денег. Ну ладно, это, наверное, не самый принципиальный момент. Сейчас захожу на ХЛТВ. Команда называется Демираж. И они играют просто на карте Демираж. Очень-очень смешно. Мне нравится стилек этих парней. Буду за них болеть теперь. Мирбит. Отжимает линию. Кстати, может стать жертвой Бубского. Посмотрите, такая вот опасная позиция. Именно для Мирбита в первую очередь. Хотя по таким таймингам, конечно, вряд ли уже кто-то будет на морозе. 20. Вот Орбен. С бутылкой в руках умер. Вот это да. Не очень здорово. Дальше Молотов. Проход по нему. Рефреш, а флеш, а то он убегает. Бубский пробегает следом. Дым позволяет это делать. Но Фивин уже с другой стороны принимает своих соперников. Большинство для себя наиграли Евроникс, однако, ненадолго. Плюс ко всему, при ситуации 3 в 3, скорее всего, при установленной бомбе на выбивании будет два немобильных игрока. Это Скара АВП. Что же с этим делать дальше? Бубски. На коннекторе. Это очень хорошая позиция. Дело в том, что команда Евроникс уже вот сейчас вряд ли будет проверять именно коннектор. Можно туда посмотреть на флешки от тиммейтов и минуса Бубского, Драгонфлая. Все. Это, скорее всего, конец. Неплохо начинающегося камбэка от команды Евроникс. Будем честны, они могли доиграть до, ну, овертаймов хотя бы. Все-таки задор у них был. Выигрывали вон 5 раундов подряд. Смотрите. А следом еще один, но вот тут как-то не получилось. Так что 16-11 свой пик команды Фракстерс забирает. Следующей картой будет ДКэш. Карта довольно рандомная. Тем не менее, ее пикнули немцы. Так что удачи. На следующей карте мы им и пожелаем. Пока что небольшой прерыв. Минуток 5-10 и мы вернемся со следующей карты ДКэш. Возможно, будет даже и третья, если Евроникс расстреляются. Пока что музыкальная пауза. Оставайтесь с нами. Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ